Прежде чем приступать к ремонту глибератора, надо привести его в более-менее чистый вид. Внешней очисткой сильно заниматься смысловой нагрузки никакой не имеет. Поэтому, ну, просто так, чтобы грязь, которая на нем скопилась, убрать ее, чтобы все это не попадало потом внутрь. Немножечко отмачиваем нагар на внутренних поверхностях, на дипузорах, в районе нижней части, где смешиваются камеры. Промываем керосином, бензином, ну и продуваем. В выходе уже получается чистый карбюратор, с которым можно уже заниматься на рабочем столе. Итак, карбюратор отмыли К-151. Снимаем крышку. Стоит обратить внимание, что один винт, который находится между первой и второй камерой, он длиньше всех сборки, чтобы не перепутать. Снимаем крышку. Аккуратно снимаем прокладочку. На что здесь обращаем внимание? Проверяем ту плоскость, которая пролегает к корпусу. Можно линейкой, я вот штангенциркулем. Без разницы. Ну, что можно сказать? Плоскость идеальная. Чтобы поправить поверхность крышки, необходимо снять тягу привода пускового устройства, диафрагму, и у нас получается ровная поверхность, плоскость. Нагревая ее, устанавливая на ровную поверхность, можно легким поступиванием молоточка по краям выровнять плоскость. Снимаем крышку диафрагмы пускового устройства и проверяем целостность диафрагмы. Выводим ее из зацепления. Диафрагма заводская, вот так вот ее держим за полотно, прокручиваем целое, и она еще послужит. Крышку пускового устройства немножечко шлифанить. Вот так, не задевая жиклёр. Ну вот, контур пояска уже появляется. Вот таким образом, вот цветком, подровняем, и вот поясок у нас появился уже. Более плотно подожмет диафрагма. Продуваем. Жиклёр собрался. Собираем в обратной последовательности. Сначала устанавливаем диафрагму. Вводим ее в зацепление с двуплечьим рычагом при водовоздушной заслонке. Аккуратно заводим, пропускаем рычаг. И вводим зацепление. Устанавливаем пружину. Устанавливаем крышку. Подтягиваем трубку иконостата. Проверяем, как работает у нас заслонка. Заслонка работает мягко. Закрывается идеально. Нигде не заедает. В случае, если вот так заслонка не держится, есть вот такой рычаг регулировочный. С помощью него можно подобрать такое положение вектора направления силы пружины, которое будет удерживать воздушную заслонку в закрытом положении. В данном случае это не требуется. Стоит правильно. Вот у нас лапа. Сейчас его подтяну. Значит, в этом положении его и затягиваем. Все. Подтянули. Вот. Когда мы высвобождаем заслонку, то есть она ни от чего не зависит, она держится только пружиной. Все. Прекрасно держится. Вот пружина ее возвращает в закрытое положение. Деформации нет, поэтому все быстро. Далее переходим к корпусу. Итак, начинаем с воздушных жидклеров. 330. Вторая камера. Также 330. Поперяем эмурсионные трубочки. Стоит обратить внимание, что в первой камере стоит длинная. Обычно в первой камере стоит длинная, но все равно трубочка во второй короткая. В этом случае стоят, в данном случае, обе длинные. Но здесь разница высота отверстий во второй трубочке больше, нежели в первой. Дальше я расскажу, в чем разница. Снимаем распылитель ускорительного насоса. Одинарный. Диффузоры малые стоят плотно, без вопросов. Блок жидклеров, система холостого хода. Воздушный. И внизу топливный. Сразу с эмурсионными трубочками. Такой блочок. Снимаем. Воздушный жидклер переходной системы. Не видно. 280. Потом по калибрам проверю. Воздушный жидклер переходной системы второй камеры. Установлен 175. Демпфирующий винт ускорительного насоса. Резиночка разрушилась. Поменяем. Снимаем заглушки жидклеров. Включаем на 12. переходной системе второй камеры. и смотрим, как этот жидклер здесь установлен. Здесь установлен... непонятно, какой жидклер установлен. Это уже калибром. Калибром потом придется проверять. Снимаем пробку, заглушку с переходной системы первой камеры. смотрим, что здесь как это заглушка с рециркуляцией картины газа. Она была не задействована по этому трубочку. Потом вот эту вытащу и просто заглушим этот канал. Переходной системы второй камеры установлен в 270-й. Ну, в принципе, допустимый. Выкручиваем ось, на которой держится поплавок. вытаскиваем самую ось. Обращаем внимание, что здесь стоит шайбочка. Не теряем ее. Одеваем и убираем. Снимаем поплавок с иглой. Игла с колечком. Колечко уплотнительное. просто деревянное. Скорее всего, происходил перелив топлива и уровень не держался. Просто деревянное. Уплотнять такое кольцо уже, по сути, не могло. Вот она, причина черной камеры. Одна из причин. То есть, необходимо поменять вот это колечко. Вот. Дальше извлекаем топливные жиклеры первой камеры. Смотрим, что здесь установлено. 205-й жиклер установлен. Экономичный. Малые диффузоры, обращу внимание, здесь стоят создающие высокое большое разрежение по сравнению со стандартными 10,5 миллиметров диффузорами. Эти порядка 7,5-8 миллиметров. С этими диффузорами возможно применять топливные жиклеры меньше пропускной способности. Что мы наблюдаем? 205-й жиклер во второй камере установлен. 280-й жиклер. что тоже характерно в сочетании с таким диффузором, создающим более высокое разрежение. Это нормальное сочетание. То есть, если бы стоял малый диффузор старого образца, это диффузор уже нового образца, то с этим жиклером во вторую камеру шел бы 330-й топливный жиклер, а в первую камеру шел бы 225-й жиклер. И вот, как я уже говорил, какие нюансы с трубочкой. А я еще раз напоминаю, что эмульсионные трубочки работают таким образом. Верхняя часть работает на низких оборотах, средняя часть работает на средних оборотах, и уже на больших мощностных режимах работает нижняя часть эмульсионной трубочки. Так вот, при 205-м жиклере в таком малом диффузоре устанавливая эмульсионная трубочка, у которой вот эти радиальные отверстия расположены как можно дальше от воздушного жиклера с той целью, чтобы уменьшить сопротивление поднимающимися по эмульсионному колодцу топливу. И в таком случае вступление в работу первой главной дозирующей системы будет раньше. Если мы поставим с отверстиями у которых они расположены выше к воздушному жиклеру, то поступающий воздух будет оказывать дополнительное сопротивление поступкой к камере топливу, и первая главная дозирующая система у нас будет тормозиться, то есть вступление ее будет немножечко затянуто. А с учетом того, что жиклер у нас маленький, и мы его оставляем 205-й, то ставим эмульсионную трубочку с нижним расположением. так как в данном карбюраторе установлено вот в первой камере была установлена с низким расположением, о чем я только сейчас говорил, и это в принципе актуально, то получается во вторую камеру была установлена трубочка с более верхним расположением отверстий, которые идут ближе к воздушному жиклеру, то есть сопротивление больше. Для второй камеры, которая является более мощностной, то вот эту трубочку я тоже заменю на трубочку с низким расположением вот этих отверстий. Трубочку также оставим с нижним расположением отверстий, а вот эта, которая стояла, мы ее уберем. Вот я забегая вперед уже рассказал, как это, то есть ставим, оставляем с учетом малых жиклеров, топливных жиклеров, направленных на экономичность, но трубочки эмульсионные с нижним расположением отверстий, а это убираем. Далее снимаем крышку ускорительного насоса, аккуратно снимаем диафрагму, вынимаем пружину, мы увидим количество скопившейся здесь грязи, обращаем внимание на состояние диафрагмы ускорительного насоса, посмотрим, дальше оставим, какое решение примем, или поменяемое, но в принципе диафрагма рабочая, полотно не прокручивается, пока в сторону, придадим поясок крышке, на наждачке здесь вот аккуратно до придания вот этого пояска, который будет поджимать диафрагмы. Извлекаем заглушку топливного колодца забора топлива в систему ускорительного насоса, тут вот стоит заглушечка вот такая, а дальше еще пластиковая такая иголочка и вот с шариком. Все, шарик у нас на месте, чистый, ничего нигде не залегает, не залипло, вот, канал продуем и установим все обратно на место. Малые диффузоры стоят отлично, поэтому вынимать я их не буду, лишняя сборка, разборка ни к чему, просто продую их и все. Эту трубочку рециркуляции картерных газов принято решение было извлечь и заглушить. Вставляем подходящее по диаметру сверло, извлекаем, на ее место просто свинцовую заглушку. Вот свинцовая баллоночка такая. И вот так немножечко по центру отвертка насаживаем на глянца и вот такая вот у нас по сути красота получилась. Далее откручиваем два винта крепления нижней части. Берем отвертку с широким лезвем. Очень хорошо закручены. Извлек и отсоединяем нижнюю часть от корпуса. Снимаем прокладку с картонными прокладочками. Убираем в сторону. нижнюю часть в сторону. И проверяем плоскость. Плоскость уже видно. Выравнивали, шлифовали. Ну да. Седло. Большое седло. Для исправления этого дефекта вытаскиваем втулышки переходных отверстий первой и второй камеры. вставляем подходящее по диаметру сверло. Какого диаметра подходит. Троечка. до 3.0 сверло устанавливаем. Замечательно подходит. И опуржатно извлекаем трубочки. покачиваем. придаем обратную форму. трубочку. Тоже самое проделываем с переходной трубочкой первой камеры. потихонечку. Аккуратно и вытаскиваем в сторону. Но прежде чем ставить направку во-первых сниму сектор регулировки пусковых зазоров. Кстати здесь пружина отсутствует. сейчас в тиски зажму и аккуратно его вытащу. И сниму также датчик положения дроссельной заслонки системы IPХХ. Потому что он пластиковый при нагреве при выпрямлении плоскости может оплавиться. Снимаю эти вещи. Вот сектор снял зажал в тисочки и потихонечку извлек из посадочной а потом посадим на клей на суперклей посадим чтобы шток сектора держался прочно в корпусе. Шток в сторону. Снимаем микропереключатель дальше. Откручиваем его от корпуса. Если не получится открутить придется снимать сам микропереключатель. сдержатель с кронштейна. Я так аккуратно подлез. И снимаем его. Все. Корпус у нас высвободился от элементов которые могут подвергнуться тепловому воздействию. устанавливаем центруем так вот упираю практически фильтр заборник выравниваем чтобы усилие штока приходилось как раз где-то по середине плоскости прилегания сочленения корпуса и нижней части ну вот так где-то посредине чтобы равномерно усилие по центру было хотя вот эта шайба она распределит усилие все чуть-чуть подтянули дальше как всегда греем равномерно в зоне диффузоров с другой стороны погреваем походу немножко подтягиваем и так по кругу на что стоит обратить внимание что после вот такой правки не повылетали заглушки каналов если вылетят то на их место как я уже показал на примере штуцер отбора разряжения системы рециркуляции картиных газов их можно поставить на место свинцовые заглушки тихонечку подтянули я тихонечку как вы видели при снятии при разборке корпус уже шлифовался поэтому с учетом этого раз уже была затронута анодированная поверхность возможно мелким наждачным кругом доведем до идеала естественно при этом стоит обращать внимание что большое снятие металла будет приводить к тому что стенка будет истончаться и соответственно при нагреве при работающем двигателе плоскости в этом случае будут еще более прогрессивно деформироваться при тонких стенках поэтому шлифовка которую я подразумеваю она должна производиться ну минимальной а если можно обойтись без нее то это вообще идеальный вариант так все нагрели еще поджимаем и оставляем на некоторое время для восстановления дальше снимаем корпус с пресса и смотрим поверхность вот идеально здесь здесь все вот эти вот зазоры которые остались доли миллиметра они уже выберутся за счет прокладки если седло при волочной плоскости все-таки не совсем у вас поддалось можно поставить дополнительную прокладку не одну а две прокладки на замену как всегда я их смазываю литурчиком отлично они потом залипают так вот это я сейчас немножечко обработаю на наждачке для того чтобы посадить заслонки на свое место первым делом надо проверить положение ограничительных винтов положение дроссельных заслонок пытаясь их освободить до тех чтобы заслонка полностью ложилась и плотно закрывала плотно прилегала своими краями к стенкам смесительной камеры тем не менее без заедания и закусывания так смотрим опять на просвет вот первая камера ложится хорошо начинается закусывание этот момент нам не нужен то есть немножечко закручиваем винт вот плотно ложится и без заедания работает хорошо лишит заслонка так со второй камерой также пытаемся сейчас ослабить ограничительный винт положения потихонечку полуоборотика и проверяем плавно без заеданий заслонка уже лучше ложится пробуем еще отпускать еще четверть проверяем на просвет еще отпускаем но в принципе я уже отпускаю а контакта с рычагом нету вот сюда смотрим вот так подводим просто зацепление слабо держит пружинка поэтому целесообразно ее просто подтянуть уменьшим длину поджимаю вот упороченная пружинка более жестко кладет друсельную заслонку на свое место небольшая щит остается сейчас еще раз чуть-чуть выкручиваем идеально легли заслонки немножечко пристучал проверяем на отсутствие подклинивания первая камера без заеданий вторая без заеданий ложится замечательно переходные отверстия первой камеры и второй под заслонкой перекрываются полностью вот еще раз показываю щели переходной системы первой камеры не видно при полностью закрытой заслонке и вот при открытии при нажатии на газ вот она начинает появляться и в этот момент в работу вступает переходная система первой камеры все замечательно а при полностью закрытой закрытой дроссельной заслонки первой и второй камеры через переходные отверстия первой и второй камеры подсоса не будет подсоса эмульсии в связи с этим работа карбюратора будет экономичной а при открытии дросселя смесь за счет того что разряжение резко будет увеличиваться будет происходить более интенсивный подсос эмульсии двигатель будет развивать большую мощность которая выразится в плавном движении а если будут подсосы то при заслонке и как бы в тот момент когда разряжение должно было увеличиваться оно не будет потому что и там уже было переходные системы эмульсия подсасывалась и поэтому может выразиться в том что в определенные моменты будут провалы рывки клевки автомобиля все заслонки усадили это очень важный момент переходим к блоку холостого хода блок системы холостого хода снимаем с нижней части с блока дроссельных заслонок прокладку прокладку снимаем выключиваем винт качество колечко мягкое выкручиваем винт количество на что здесь стоит обратить внимание винт количества изготовлен по принципу простой болванки сейчас я найду винт который впоследствии мы установим в чем разница сейчас покажу вот разница вот винт который стоял винт количества а вот который по идее должен стоять вот этот винт количество видите имеет отличие здесь просверлено отверстие установки многие знают что бывает такая проблема когда вот этот винт выкручиваешь выкручиваешь а обороты двигателя практически не изменяются так это вот как раз конструктора когда разрабатывали этот винт предусмотрели этот нюанс и для создания большего заряжения для более качественного смешивания топлива с воздухом и разработали конструкцию вот такого винта поэтому если у вас стоит вот такая болванка не поленитесь и если нет такого винта то просто надо будет просверлить отверстие делать это необходимо для того чтобы увеличить разряжение качество смешивания топлива с воздухом и получение на выходе задроссельное пространство более качественной эмульсии которая будет легче восполняться качество смеси холостой ход станет более устойчивым и скорость разряжения за счет эффекта винтуре будет также увеличена и холостой ход у нас будет еще раз говорю более уверенной и при меньших при меньших оборотах выкручивания этого винта мы будем достигать увеличения оборотов то есть обороты вообще начнут хотя бы регулироваться и так потихоньку приступаем к сборке нижней части проверяем исправность диафрагмы диафрагма блока системы холостого хода исправно подтягиваем винты крепления крышки и фану на мелком круге беру виток смазываю прокладкой целая абсолютно укладываем ее на свое место проверяем устанавливаем на место блок устанавливаем винты затягиваем продуваем винты в который инженера вложили разумное решение устанавливаем свое место так немножечко закрутили наживили не оставляем дальше резиночка за качество в принципе она мягкая сейчас я дополнительно еще вот в этот каналчик вот этот каналчик поставлю еще дополнительно одно резиновое колечко 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 с винта в качестве карбюратора DAS2107 как всегда смажу немножечко маслицем во первых она исключит всевозможные подсосы воздуха потому что как правило этот винт часто выкручивается практически полностью ну и в этом положении во первых он слабо фиксируется во вторых может происходить подсос воздуха в данном случае вот так с легким надавливанием вытопили и наживили все наживили сделали несколько оборотов в таком положении оставляем все диафрагму у нас исправно проверили блок дроссельных заслонок по сути готов все работает плавно без заеданий каналы переходных отверстий перекрывают заменили винт поставив на его место винт с отверстием вместо вот такой вот баллон все все в сторону убрал все микронеровности которые могли присутствовать при изготовлении устанавливаем прокладочки так смотрим все отверстия есть все все на месте прокладочки новые пока в сторону устанавливаем переходные втулочки проверяем геометрию легонечко ставим свое место ставим дистанционную прокладку все проверяем чтобы немножечко втулочки выходили за пределы прокладки на свое место соединяем нижнюю часть и корпус встал на свое место устанавливаем винты не забываем гравирочки ставить достаточно большим моментом закручиваем их в корпусе то есть если эти винты будут отпущены а на шпильках гайки будут прикручены вот в этих по углам то вот здесь вот образуется как раз седло поэтому обязательно их закручивать надо с большим усилием понятно чтобы не сорвать резьбу но очень очень и очень туго на это стоит обратить внимание хорошенько продуваем все каналы собираем корпус ускорительного насоса нормальная диафрагма которая стояла еще она послужит оставляю то есть вообще все те при дефектовке вещи которые еще могут послужить как правило не меньше года двух то можно уже определить я их оставляю не меняю устанавливаем крышку насоса ускорительного наживляем винты винты здесь без граверов слегка подтягиваем но не закручиваем до конца максимум рычагом привода ускорительного насоса в таком вот положении нажимаем на диафрагму и в этом положении закручиваем винты крепления крышки корпуса делается это для того чтобы диафрагма последствия имела максимально возможный ход для более полного наполнения камеры ускорительного насоса топливом для последующего впрыска для увеличения объема его все это делается для того чтобы ускорительный насос работал нормально с заданной производительностью все окончательно затягиваем дальше проверяем как взаимодействует кулачок привода ускорительного насоса и рычаг установленный на крышке ускорительного насоса то есть при открытии дросселя он должен сразу срабатывать итак смотрим нажимаем на дроссель и видим дроссельная заслонка у нас приоткрывается а кулачок ускорительного насоса еще не срабатывает сейчас мы подгибанием вот этого язычка опорной ножки подрегулируем до такого состояния чтобы при первом нажатии на дроссель и при открытии дроссельной заслонки у нас сразу ускорительного ускорительного насоса ускорительного выбиваем выбиваем осенку очага и вот таким образом вытаскиваем рычаг сейчас я его нагрею и немножечко подогнут в эту сторону вот так вот опорная поверхность рычага привода ускорительного насоса подогнул в направлении кулачка устанавливаем обратно рычажок и ось и смотрим выравниваю положение все вот в таком положении вот видно немножечко я загнул по направлению кулачок кулачку вот эту ножку опорную и уже зазора вот нету и теперь снова проверяем привод немножко опять разворачиваю выравниваем снова проверяем вот таком положении вот у нас нету зазора все это уже пошла работа в улочка свободного люфта уже нет как было и при открытии друселя сразу идет в работу у нас плачок ускорительного насоса все ну муторно долго ну что сделать в таком положении это будет работать дальше устанавливаем шарик клапана дальше устанавливаем иголочку ограничительную и заглушку на свое место плотно затягиваем разная конструкция бывает конструкция непосредственно иголочка ограничительная установлена уже на самой заглушки бывает металлические иголочки будет пластиковые иголочки разные бывают варианты так и иглу которая у нас регулирует обратный сброс из полости ускорительного насоса обратно в поплавковую камеру резиночка здесь непригодная новое колечко уплотнительная как всегда я смазываю маслицем и вкручиваем изначально вкручиваем до конца то есть в этом случае производительность ускорительного насоса будет максимальная из-за минимального демпирования топлива сброса топлива в поплавковую камеру а там уже будем смотреть по производительности необходимости будем выкручивать и уменьшать уже производительность ускорительного насоса в этом преимущество карбюратор к 151 у них хорошо регулировать в отличие от соликса но даже вазу не сложнее так дальше устанавливаем распылитель шибочка держатель плотно закручиваем потом когда будем уже проверять ускорительный насос работу впрыск необходимо следить за тем чтобы струя не попадала на большой диффузор а попадала между малым и большим диффузором вот в это пространство проходила свободное и между и била где-то в заслонку вот заслонки для лучшего распыла так систему ускорительного насоса собраны далее переходим к жиклёрной базе либератора к 151 c но будем собирать его по принципу не просто к 151 как бы стандартного для двигателя уазовского а и с учетом того как эксплуатируется автомобиль то есть автомобиль нам известно что будет эксплуатироваться за городом в очень умеренном режиме практически работа будет осуществляться на первой камере поэтому нам нужна экономичность но тем не менее с запасом по мощности в случае необходимости по второй камере поэтому с учетом установки диффузоров которые создают повышенное разрежение мы оставляем как и были установлены топливный жиклёр 205 вот здесь вот для того чтобы проверять тарировку если нет проливочного стенда можно использовать вот такую таблицу это очень удобно мы смотрим что жиклёр вот у нас 205 это касается карбюраторов это 151 у вас волга и карбюраторов даст озон на классику то есть здесь обозначение на жиклёре пропускной способности в сантиметров кубических соответствует фактическому диаметру сверла что вот этой вот таблице которую легко очень найти в интернете пор вот такой сверл калибра очень легко еще это проверять же 205 кубических сантиметров 205 жиклёр то есть смотрим по таблице 205 это же за соответствует сверлу 205 где-то 106 вот у меня есть сверло ближайшие 0 975 и 1075 вот смотрим 0 75 сверло не идет нормально замечательно сверло 0 975 да проходит отлично свободно то есть так она и есть диаметр этого отверстия где-то соответствует его пропускной способности в 205 кубиков вот таким образом легко проверить но это уже будет вы будете уверены надежно что это пропускная способность этого жиклёра плюс минус там 1 3 кубика это ничего страшного все устанавливаем топливный жиклёв в первую камеру 205 соответственно под него я уже говорил повторю устанавливаем эмульсионную трубочку с более низким расположением радиальных отверстий в трубочке для уменьшения сопротивления подъема топлива и более раннего вступления в работу 1 гдс с учетом уменьшенного топливного жиклёра отверстия стараемся располагать будут на себя вставим воздушные жиклёры в первой камере при соотношении жиклёра 205 эмульсионной трубочки с низким расположением отверстий поставили и вот диффузором повышенного создающим повышенное разряжение предусмотрим же 260 но мое решение где-то порядка 280 находим по таблице 280 290 кубиков это сверло 125 и по сверлу тем более здесь маркировки не видно берем сверло 125 125 вот с трудом плотно плотно идет вот значит получается у нас пропускная способность этого жиклёра будет 290 кубиков вот такое решение оставляем 290 кубиков ну возможно этот жиклёр был 280 но не 260 как предусмотрен заводом вот такое решение принимаем немножечко воздушный жиклёр увеличим переходим по второй камере топливный жиклёр во второй камере опять же с учетом диффузора повышенного разряжения устанавливаем стоял здесь жиклёр 280 280 280 топливный жиклёр его мы оставим опять же смотрим проверяем 280 это где-то 123 берём сверло один на 125 не смотрим вот не идет 120 до идет свободно то есть этот жиклёр 280 продуваем и устанавливаем вот так очень легко хорошо пользоваться калибрами вы всегда будете уверены что жиклёры состоят именно те то что на них написано потому что мало ли кто-то их там расшарошил проволочкой или еще что-то обязательно это надо проверять иначе двигаться без этого дальше смысла не имеет так вот здесь вот стояла трубочка у нас с высоким расположением отверстий принято решение несмотря на то что я уже говорил карбюратор будет использоваться на первой камере но если понадобится 2 вдруг камера принято решение поставить во вторую камеру также жиклёр с более низким расположением воздушных отверстий в эмульсионной трубочки сейчас я их полагаю уменьшенной жиклёрной базе топливной то есть здесь стоит у нас не как 151 330 а 280 жиклер при вот такой эмульсионной трубочки но в принципе она и должна ставиться либо маленькая совсем такая трубочка либо с эмульсионной трубочки с низким расположением отверстий распала трубочку укладываем воздушный жиклер стоял здесь 330 опять же смотрим незаменимая вещь это таблица 330 это опять же опять 1,35 сверло берем промеряем но не идет 1,35 это 340 и ближайший вот у меня 1,25 сверлышко он свободно идет то есть этот жиклёв 330 продуваем и устанавливаем его на свое место плотно затягивая как отвертка широким без я далее переходим к подбору жиклёрной базы переходной системы первой камеры и так как я выяснил по калибрам в переходной системе первой камеры был установлен жиклёр воздушный 175 и вот по калибрам определили что сверло 090 проходящие 095 уже не проходящие то по сверлу это стою где-то порядка 150 жиклер стоял топливный но при такой жиклёрной базе уменьшенный для того чтобы не было клевка провала потери мощности при открытии дроссельной заслонки первой камеры я вот принимаю такое решение что воздушный будет установлен на 270 кубиков это 12 сверло проверяемого 1 и 2 не идет 115 вот видите живой пример что написано одно то есть этот жиклер 270 кубиков должен быть сверло 120 по сути проходящие а в него не идет сверло сейчас я скажу какой то по факту вот тебе этот аппаратокс вот 095 идет 0 975 идет 1075 вот с трудом 1075 по сверлу 1075 всего-всего вот этот вот будет выдавать где-то 215 кубиков вместо заявленных 270 все вот вот этот жиклер ну в сторону как бы можно просто выкинуть ну либо подогнать сверлами до нужного соответствия написано одно а фактически намного меньше то есть разница 215 270 ну большая это 55 кубических сантиметров вот вам и парадокс ну связать и можно сказать конечно что же раз подчеркну доверяй но проверяй то есть дальше подбираем 270 еще раз 270 это жикл и вот по сверлу 120 методом подбора 120 вот идет 125 не идет вот вот этот жиклер вот этот жиклер будет 270 вот яркий что все это надо проверять 270 жиклер обезличенный также ну если кто-то будет разбираться он уже конечно не поймет что здесь стоит если перепутать то будет несоответствие 270 и как я сказал на 200 200 опять проверяем его 105 но дети но 975 сверло идет 107 не идет все верно 200 жиклер что нас по сути то и есть устанавливаем в колодец и затягиваем затягиваем этот жиклер устанавливаем заглушку шайба хорошая нормально ключиком на 12 затягиваем случае необходимости шайбу можно шайбами к немножечко подработать и так с первой переходной системы разобрались приступаем ко второй учитываем что у нас также на второй камере жиклерная база 1 2 гдс объединена поэтому чтобы не было у нас провала при вступлении и в работу при открытии дроссельной заслонке второй камеры ну тоже хватало эмульсии для обеспечения беспровальной работе переходим к подбору жиклерной базы переходной системы второй камеры я решил записать в какой камере какой жиклер установлен и так было установлено 270 на 270 270 воздушный жиклер это было так но я приму решение такого порядка воздушный жиклер оставлю 270 оставляем проверяем есть 70 120 сверлышко идет 125 не идет все он воздух 270 270 а топливный я устанавливаю у 270 это однозначно много 75 топливный жиклер переходной системы 175 175 это сверлышко но 975 у меня проходную платную 1 075 соответственно не идет вот но 975 да она идет плотную как раз плюс еще вот это за счет свободного хода для такой жиклерной базы с 330 280 топливный это будет оптимальное соотношение стояло 270 на 270 но стояла и и надо учитывать эмульсионная трубка с более высоким расположением отверстие то есть 2 гдс вступала стоит эмульсионной трубкой позже поэтому возможные жиклеры стояли побольше а с учетом того что эмульсионную трубочкой заменил надо уменьшить и переходную систему этого будет достаточно наверняка хватит проблем не будут их одном режиме устанавливаем на свое место блок жиклеров хвост система холостого хода здесь у нас отверстие воздушного жиклера варьируется от 85 до 100 и топливного жиклера от 95 до 110 кубиков то есть это в пределах вот если по сверлу надо же смотреть от 0.75 0.85 у меня ближайшее сверло вот есть 0.69 и мы проверяю 0.69 вот она идет сверло и здесь и здесь это порядка 85 сверло 0.89 0.90 соответственно уже идет не идет ни сюда ни сюда блок жиклеров хвостного хода соответствует своим заявленным параметрам устанавливаем его на место резюмируя все это дело можно сказать что воздушный жиклер в первую камеру установлен 280 топливный 205 малый диффузор создающий повышенное разряжение далее переходной системе топливный переходной системы первой камеры установлен на 200 воздушный жиклер на 270 во вторую дозирующую систему также где стоит малый диффузор создающий повышенное разряжение воздушный жиклер оставлен как и был 330 воздушный топливный 280 топливные жиклеры стоят очень экономичный для этого карбюратора ну можно сравнить с автомобилем с низким с алексом приблизительно то и так во вторую камеру в переходную систему второй камеры установлен топливный жиклер принято решение 175 был 270 и воздушный жиклер 270 но как принципе и был вот такая жиклерная база распылитель ускорительного насоса первую камеру все жиклеры как я еще сказал проверил по вот этой таблице соотношение пропускной способности жиклеров и калибра сверлом в результате чего удалось выявить один бракованный жиклёр что имейте ввиду все надо проверять вот такая картина у нас уже вырешевывается далее так необходимо нам установить ось рычага пускового устройства сажаю на клей но супер клей во избежание в дальнейшем чтобы он не выскочил это слабое место все убираем излишки клея смазываем маслиц здесь не было пружины она была потеряна устанавливаем соответственно пружину чтобы не мешал конштейн крепления привода тросика привода воздушной засунки его снял и вот сейчас устанавливаю сектор микро переключатель цепляется как мы вводим пружинку установили в отверстие один краешек а другим цепляем за как который тяжел его будем от рычага и взводим как бы взводим такое положение все дальше устанавливаем шайбочку и шплинт так свободно вращается пружину установили утраченную ранее ставим на место кронштейн крепления троса воздушной засунки все сектор на месте пусть у нас теперь держаться будет прочно никогда не выпадет видно пружинка была потеряна как раз по причине того что лошенка вот это выскочила пружинка потерялась вставили на место вот так оно как бы существовало все готово дальше чтобы рабочая зона была в порядке так вот установили держатель микро переключателя и теперь его регулируем вот этим винтом чтобы при полностью закрытой дроссельной заслонке контакты вот так вот до щелчка были в разумном состоянии но в данном случае при работе системы экономайзера принудительного холостого хода будет осуществляться режим работы принудительного холостого хода при закрытой дроссельной заслонки полностью закрытой то есть при сбоке контакты размыкаются и система холостого хода переходит в режим принудительного холостого хода по состоянии микро переключатель в данном случае контакты разомкнуты при нажатии газа микро переключатель контакты замыкаются и начинает работать уже система экономайзера принудительного холостого хода так все поставили отрегулировали двигаемся дальше абсолютно деревянная слышно как она даже стучит об железо как дерево оплотнительное кольцо иголочки вот меняем его на новое мягенькая поддуваем и устанавливаем поплавок одеваем иголочку да перед тем как ставить корпус подтягиваем проверяем потех корпуса устанавливаем иголочку надеваем ее на язычок поплавка берем осеночку не забываем про шайбочку корпус в продуве так вставляю в корпус надеваю сразу шайбочку чтобы не забыть ее и теперь попадаем поплавок кронштейн крепления поплавка в отверстие вот таким вот образом закручиваем держатель оси корпус плотно вот и дальше проверяем уже уровень топлива регулировка уровня топлива на карбюраторе к 151 она отличается от регулировки карбюраторов соответственно да соликс озон соликс чем так ну во первых здесь не обязательно надевать крышку карбюратора почему потому что подвод топлива осуществляется у нас не через крышку а через корпус вот это вот его отличие так заводские требования параметров уровня топлива для карбюратора к 151 это от верхнего среза корпуса карбюратора до уровня топлива должно составлять 21 с половиной миллиметров плюс-минус полтора то есть разбег у нас получается от 20 до 23 миллиметров вот здесь вот в карбюраторе есть такое такой как бы приливчик вот такой вот до него от плоскости от верхней плоскости корпуса до его вот этого до вот этого отливчика 23 миллиметра то есть условно говоря уровень топлива по штангенциркулю я покажу как это замерить ну топлива при том когда игла его отсечу должно быть вот на этом уровне вот это вот чуть-чуть топлива должно заходить вот на кромку вот этого выступа это будет считаться правильной регулировкой проверяем соединились шланг закрываем закрываю рукой чтобы не было распрытывания топлива но опять же не передавить вот так даже пальцем можно прикрыть чтобы через иголочку топливо не брызгало и набираем до тех пор пока насос не накачает все игла перекрыла топливо выжидаем смотрим движения никакого нет здесь здесь ничего не сочится не пузырится это тоже важное условие чтобы здесь вот ничего вот так вот я немножко сейчас колыхну вот пошел впрыск отпустил игла держит наглядно видно как четко держит игла оставшиеся давление в системе при утопливании поплавка топливо выходит все игла держит отлично так сбрасываю давление но с учетом того что демонстрировал сливаю топливо и заново проделываем те же манипуляции подсоединяем ругав топливоподающий да ну на что обратить внимание включим на 22 все таки вот как надо было сделать там еще попробовать подтянуть ну тут затянут полностью нигде не сопливится обращать внимание когда проверяем чтобы здесь вот тоже никаких не было соплей и повторяем процедуру так накачали топливо сбрасываем снимаем смотрим уровень топлива на данный момент вот 19 мм промерил на горизонтальной плоскости и это много для регулировки уровня топлива необходимо надавливаем на поплавок утапливаем его практически в дно и легонечко отверточкой легонечко нажимаем на вот этот язычок кронштейна поплавка в сторону иглы немножечко изгибая по направлению топливной иглы таким образом уровень топлива будет уменьшаться и снова проверяем как я уже показывал если надо увеличить то опять же нажимая вот на этот вот так поплавок придерживая его вот так можно опираясь об край корпуса вот этот язычок поднять немножечко вверх по направлению отдаления от иглы в этом случае уровень топлива будет увеличиваться устанавливаем карбюратор на стенд надеваем топливоподводящий рукав и накачиваем топливо пальцем вот так прикрываем чтобы топливо сильно не брызгало но и нажимать на язычок поплавка так аккуратно смотрим топливо под водящим бокове топливо стоит не движется игла не пропускает проверяем уровень топлива в миллиметрах ну вот визуально я вижу что топливо буквально едва заходит на вот приливчик который я показывал 21,5 отлично 22,5 миллиметра 22,5 миллиметра отлично если нам сбрасываем топливо вот показываю вот уровень топлива вот как раз в районе вот в этой привалочной плоскости с правой с правой стороны с правой стороны поплавковой камере вот это как бы является уровнем 23 миллиметра вот она приходит 22,5 23 миллиметра далее проверяем работу ускорительного насоса как я уже говорил демпфирующий винт установлен и регулирует сброс топлива из камеры ускорительного насоса в поплавковую камеру обратно такой дренажный как бы я закрутил полностью до конца ну и теперь проверяем направление струи отличное отлично происходит впрыск никаких нету пузырьков в районе распылительного ускорительного насоса вот здесь мы не наблюдаем нигде обращаем внимание чтобы из-под крышки ускорительного насоса нигде не потело топливо не поступало то есть проверяем герметичность струя отличная бьет в дроссельную заслонку ввозь дроссельной заслонки распыл будет великолепный ну вот слышно видно как струя цельная сейчас я наберу и померю производительность насоса за десять циклов чтобы знать точную цифру раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять десять итак где-то мы получаем 20 кубиков многовато многовато это будет излишнее топливо нагрузка на свечи поэтому принимаем решение вот этот демпфирующий дренажный я его немножечко тем самым увеличу перепуск топлива на режиме впрыска то есть топливо будет теперь поступать не только в распределение ускорительного насоса а обратно в поплавковую камеру и сейчас посмотрю по струе то есть порядка ну четырнадцати кубиков пятнадцати будет за глаза вот струя стала уже по длительности гораздо короче это слишком мало немножечко подкручу вот ориентировочно вот по времени по сейчас я еще раз промерю по объему вот такой регулировки мне кажется будет достаточно повторяем замер набираем проплавковую камеру топлива тут можно ее выше уровня естественно сливаем мерную тару подставляем леночку и заново проверяем за десять рабочих циклов раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять четырнадцать четырнадцать кубиков четырнадцать пятнадцать не хватает где-то четырнадцать кубических сантиметров идеальный показатель идеальный все в таком состоянии оставляем винт следующим этапом так вот устанавливаем на резиновую подставочку надеваем на место смазав предварительно места крепления прокладки не оказалось новой под рукой но в принципе это еще послужит она целая немного конечно постояла ну сейчас вот она под действием литонов вот в районе обращаем внимание на то чтобы было здесь вот отверстие для разбалансировки поплавковой камбери для связи с атмосферой все устанавливаем на место аккуратненько крышку в отличном состоянии крышку мы уже привели в порядок тягу привода воздушные застонки приводим зацепление с рычагом пускового устройства вот так вот зацепили его и устанавливаем крышку на место аккуратно проверяем чтобы прокладочка никуда у нас в момент установки не сдвинулась не повредилась все крышкой села на свое место законно как я вам уже говорил вот один из длинных винтов он устанавливается вот здесь вот между первой и второй камерой наживляем не забываем устанавливать гравера на место установим пирожные винты еще раз проверяем пасы подвижны и затягиваем тоже достаточно хорошим моментом надо затягивать прокладочку надо устанавливать всегда картонную тонкую для того чтобы избежать деформаций в последующих приволочных плоскостей не обеспечит резиновая резиновая к примеру пришлось устанавливать бумажную прокладочку так как у нас тут протягивали взводим рычаг пускового устройства застонка воздушная у нас великолепно закрывается пружина ее держит и переходим таким образом сборка карбюратора у нас осуществлена полностью собрали скомплектовали все узлы проревизировали отрегулировали проверили следующим этапом остается выставить пусковые зазоры воздушный и дросситный заслонок и так регулировка пускового устройства заключается в следующем открываем дросситную заслонку первой камеры взводим рычаг пускового устройства здесь вот у нас находится регулировочный винт который регулирует положение дроссельной заслонки в смысле от положения сектора рычага привода пускового устройства в полностью взведенном нажатом состоянии должен быть 1,7 для простоты регулировки и фиксации рычага пускового устройства привода пускового устройства я вот такую проволочку помотаю чтобы можно было зацепливать и фиксировать рычаг вот в таком положении зафиксируем и смотрим зазор должен быть 1,7 сверну 1,61 не идет значит отпускаем контрогаечку на 8 регулировочного винта положение дроссельной заслонки и немножко закручиваем винт увеличивая зазор ну вот 1,6 1,6 оставлю такой зазор я думаю этого будет достаточно в таком положении фиксируем контрогайкой положение винта вот видим у нас образовался зазор здесь 1,6 все дальше переходим ко второму этапу регулировки при полностью разведенном рычаге пускового устройства регулируем положение вылета таким образом тяги привода воздушной заслонки чтобы зазор вот этого рычага был где-то посредине но чуть-чуть ближе вот к этому краю то есть здесь вот обеспечивался небольшой зазорчик порядка там 1-2 миллиметров и в этом положении затягиваем вот этот винт все оставляем дальше третья регулировка опять же при полностью разведенном рычаге пускового устройства проверяем как у нас работает вот такой рычажок состоящий из двух плеч для регулировки при создании разрежения во впускном тракте вот на такой угол вот этот свободный ход будет приоткрывать диафрагму пускового устройства воздушную заслонку здесь достаточный зазор будет порядка двух миллиметров для этого опускаем вот этот винт и поднимая вот вот этот правую часть вот этого рычага двухплечевого до нужного для обеспечения нужного нам зазора подтягиваем в этом положении вот этот вот рычаг поднимаем и в этом положении затягиваем и еще раз проверяем утапливаем как будет это делать у нас диафрагма пусковая и смотрим нормально это уже обеспечит нам надежный запуск все в таком положении оставляем на этом регулировка пускового устройства закончен еще раз подтягиваем все винты закрепляем все карбюратор собран отрегулирован отрегулирован вот еще раз сейчас проверю пусковое устройство все взвел вот при полностью взведенном рычаге воздушная заслонка у нас закрылась здесь у нас обеспечен зазор для того чтобы заслонка свободно двигалась когда у нас диафрагма пусковая открывает заслонку образуется щель по миллиметра ну я посверну два миллиметра здесь первый пусковой зазор в это время дроссельная заслонка у нас зазор 1,6 все и далее по мере отпускания подсоса у нас увеличивается соответственно зазор в воздушной заслонке и уменьшается зазор в дроссельной заслонке в соответствии с профилем вот этого сектора рычага пускового устройства вот у него два сектора в зависимости от их профиля вот это первоначальный запуск и потом плавное снижение оборотов за счет увеличения зазора воздушной заслонки и уменьшение зазора дроссельной заслонки вот по вот этому профилю все карбюратор собран полностью и готов к эксплуатации вот сюда я забью во избежание самовольного откручивания вот такую заглушечку все там больше делать нечего и вот вот этот регулировочный винт капнул суперклеем вот он его зафиксирует что обеспечит его надежную фиксацию чтобы не было самопроизвольного откручивания и и и Продолжение следует...